Здравствуйте, меня зовут Анастасия Светкина, я клинический психолог, нейропсихолог в Центре Когнитивно-поведенческой психотерапии BCBT в Самаре. Также я нейропсихолог в неврологическом отделении в нашей областной больнице. В ассоциации я провожу занятия по техникам и навыкам на базовом курсе. В августе приглашаю вас на семинар, который буду вести. Семинар называется Основы нейропсихологии. Семинар будет полезен психологам, клиническим психологам, врачам, которые заинтересованы в этом разделе психологической науки. На семинаре будет довольно большая теоретическая часть, в которой мы с вами разберем культурно-историческую концепцию Ильва Семеновича Боготского, теорию системно-динамической локализации высших психических функций лурия. Также у нас будет с вами достаточно большой блок, который посвящен нейропсихологической диагностике, высших психических функций. Это диагностика памяти, внимание, мышление, гнозиса, праксиса. Посмотрим, как можно количественно оценивать проведенные пробы, а также познакомимся со шкалами краткой количественной оценки когнитивных функций. Помимо этого, для практики я подготовила несколько клинических примеров пациентов из своей практики и из практики мировой нейропсихологии, которые оказали на ее развитие значительный эффект. Также хотелось бы, конечно, сказать, что нейропсихология является своеобразной базой для когнитивно-поведенческой психотерапии в том числе. И она помогает понимать когнитивную модель, помогает понимать, разрабатывать концептуализацию нашего пациента благодаря пониманию работы головного мозга и его функций. Поэтому в конце второго дня нашего семинара мы с вами разберем как раз связь между нейропсихологией, нейропсихологической реабилитацией и когнитивно-поведенческой психотерапией. То есть то, как мы можем использовать знания по нейропсихологии при разработке планов психотерапии нашего с вами пациента, наших клиентов. С удовольствием всех вас увижу на семинаре, поэтому приглашаю вас всех записываться и со своей стороны постараюсь, чтобы этот семинар для вас оказался полезным, интересным и практически значимым. Продолжение следует...